Я вас снова всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам и покажу, что такое рыбалка на классе кролеплей. На самом деле, очень прикольная штука. Я, наверное, единственный раз в жизни увидел такой скрипт, такую работу, что ты покупаешь удочку, идёшь как обычный человек, как обычный любитель порыбачить. То есть, покупаешь удочку, покупаешь там снасти, да, и идёшь себе на пирс с утра там пораньше, ловишь себе рыбу и делаешь с ней что хочешь. То есть, ты рыбак, ты полноценный рыбак. В общем, мы приехали на то самое место, это одно из тех мест, где возможно порыбачить. Вообще, в штате, в штате три места, где можно порыбачить. Это вот первый пирс, бухта Палета, второе это у нас Аламаси, да, там тоже причал стоит, получается. И третье место, это у нас где колесо обозрения, то есть там Тихий океан. То есть, причал у нас тут, ну как он, он больше пирс, наверное, да, похоже. Насчёт того, какая и где рыба ловится, я насчёт этого точно не знаю и точно не скажу. Но, скорее всего, в любом случае, на любом, так скажем, причале, пирсе рыба ловится одинаково. Я смотрю, никого нету, в принципе, я вчера играл, вчера просто целый ряд игроков живых на пирсе просто так вот выстрелились. И с самого утра пораньше начинали рыбачить. Так давайте-ка мы уберём топор в инвертарь, он нам пока не пригодится. И посмотрим, где брать удочку. Вот, кстати говоря, стоит NPC, у которого можно взять, купить снаряжение. Так, где ты тут у нас? Вот, купить удочку. Удочка стоит 100 баксов. А также, также, можно сюда же, как ты поймаешь рыбу, и также её сюда продашь. Есть помощь. Помощь для тех, кто не знает, что делать. Ну, я думаю, вы сами уже почитаете. Так, ну, давай посмотрим, что ты нам за удочку дашь. Я, в принципе, уже ловил, но я специально для вас решил записать ролик и что-то типа мини-обзорчика на рыбалочку. Сейчас будем ловить мегаладона какого-нибудь, да, на пирсе. Так, мы купили удочку. У неё тоже есть прочность. Мы берём её в руки. Ну-ка, подожди, давай-ка её сблизи посмотрим, как она вообще выглядит. Я не могу так посмотреть, да? Ну, обычная удочка, в принципе, как и в жизни. Обычный спиннинг. Так, мы подходим сюда и нажмите ЛКМ, чтобы начать рыбачить. Так, мы нажали ЛКМ, он берёт её... Ох, слушайте, в анимацию сразу берёт. Очень классно, слушай, выглядит. Можно даже рыбачить от первого лица. Слушай, а ну-ка, давай попробуем... Так, как чат-то убрать? Почему чат не убирается? Не понимаю. Ну-ка, подожди. Вот... А, стой, почему я затупил? Вот. Меня бесит этот чат немножко. Он слишком... Слишком жирный. И поэтому... Местами мешает вообще. То есть, не радует глаз, конечно. Так. Давайте переключимся. Вид от первого лица. Вот так это всё выглядит. Блин, более реалистично. Вон уже какой-то чувачок, походу, решил посмотреть и порыбачить. Так, забросить удочку. Ждите, пока рыба клюнет. Давайте ждать и... Блин. Чё-то я ран совсем. Тут, по сути, когда ловится рыба, идёт мини-игра. Местами она, конечно, очень быстрая, но сейчас я с чего-то... Почему я пытаюсь всё время рано нажать? Ну-ка, давай ещё раз. Блин, ребята, такой нуб, конечно. Вроде медленно идёт, а я слишком тороплюсь. Боюсь, чтобы она пробежала, эта полосочка. Во! Вы поймали скумбрию весом 0,8 килограмм. Почти килограмм, в принципе. Она добавлена в ваш инвертарь. Давайте ещё половим и посмотрим, вообще, сколько за неё нам дадут. Давайте штучки 3 выловим. Ну, реально, очень крутой скрипт. Очень крутая работа. Даже не работа, а, так скажем, хобби. Так, поймал тунца. Что-то совсем маленький тунец как раз-таки. Тунец вроде обычно большой, а тут вообще 800 грамм. Совсем малёк. Опять тунца поймал. Уже отлично. Давайте ещё раз. Блин, слушайте, реально так классно. Он ещё тут крутит, типа, анимация рыбалки. Реально очень круто. Жалко, что, типа, подсекать там нельзя. Но, блин, это же ГТАшка. Лосось поймал. Давайте ещё одну. А вид какой, ребята. Вы прикиньте, ночь. Говорят, господи, говорят, говорю, горят фонари. Да, такая красота. Вон там вдалеке как будто тучи какие-то, да. Ну, прям такая ночь. С другой стороны, свет. Это, скорее всего, свет от города. То есть, там очень ярко и, типа, светит. Очень классно, кстати. Очень атмосферно. И очень круто. Так, ну, давайте посмотрим. Она у нас, получается, вся идёт в инвентарь. Скумбрия. Полтора килограмма, да. А, она занимает... Принц, слушайте, она не так много ячаек занимает. Это рыба. Подожди, а как скумбрия? Скумбрия, скумбрия, тунец, тунец. А, ну, в принципе, типа, одна иконка на все рыбы. Я понял. Я понял. Так, пойдём продадим её. Давайте уберём удочку. Она нам уже не нужна. Чё на 100 баксов стоит? И продадим вот эти все наши рыбинки. И что нам за это дадут? Так, вы продали рыбы на 71 бакс. Ну, в принципе, ребята, рыбачить-то нужно как бы подольше, конечно. Но минус тут ещё в том, что, например, есть вот навыки, и в навыках не отображается рыбалка. То есть, вот это очень плохо. Типа, лучше бы сделали ещё одно. Хотя, может быть, добавят. Вот тут пустое место. Может, ещё что-то будет со временем. Но пока как-то так. Ну, рыбалка, на самом деле, не такая уж и прибыльная по сравнению с той же лесопилкой, да, где ты просто часами сидишь и выфармливаешь вот это вот дерево и продаёшь. Вот как-то так, ребята. В общем, понравилось видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, комментируйте. Обязательно лучший комментарий от меня получит 5000 игровых вирт. То есть, ну, как-то так, ребята. Такой скромненький небольшой подарочек для вас. В общем, всем, ребята, спасибо. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok